Культура маслом Аграрии Талкурганского региона решили в промышленном объеме выращивать рапс Формула жилья Жилстро Сбербанк начала реализацию нового проекта Шанграх 5.10.20 Большой апгрейд Полную реконструкцию проходят некоторые школы Кигенского района По результатам 8 месяцев 2020 года ведущие отрасли экономики страны Сохраняют положительную динамику Об этом стало известно на правительственном заседании под председательством Оскара Мамина На совещании были рассмотрены итоги социально-экономического развития государства И исполнение республиканского бюджета с января по август текущего года Объем строительства на сегодняшний день составляет 6,5% В нынешнем году введено свыше 8 млн кв. метров жилья Производство продуктов питания выросло на 3,6% Высокий показатель и в фармацевтической отрасли – более 34% Устойчивый рост отмечается и в агропромышленном секторе Наряду с этим в сфере услуг, торговли и транспорта заметны спад Связаны с карантинными мерами В целом 7 регионов Казахстана, в числе которых и Алматинская область Обеспечили рост социально-экономического развития по 5 приоритетным показателям В ходе заседания были обсуждены и основные направления послания главы государства Как отметил Оскар Мамин, приоритетной задачей правительства является Повышение благосостояния народа, создание постоянных рабочих мест и развитие экономики Глава правительства подчеркнул роль и ответственность руководителей регионов В реализации общенационального плана мероприятий послания президента Продолжаем выпуск Растения будущего В Алматинской области начнут осваивать новую для региона сельхозкультуру Аграрий ЖТСУ планирует в промышленных объемах выращивать озимый рапс О его преимуществах и особенностях фермерам области рассказали в ходе семинар-совещания На площадке агропарка Талдыкурган Ведущие специалисты Казахского научно-исследовательского института земледелия и растеневодства Поведали о всех тонкостях возделывания и ухода за масочной культурой Освоение озимого рапса дает большие возможности аграриям ЖТСУ В первую очередь культура очень рентабельная, говорят аграрии и ученые В среднем с одного гектара можно собрать две тонны урожая В денежном соотношении это порядка 200 тысяч тенге чистой прибыли, заявляют эксперты Культура очень востребована в мире, на сегодняшний день позволяет, во-первых, снизить нагрузку на водные источники Потому что есть свои особенности выращивания, когда мы орошение основное для рапса можем проводить Влагозарядку осенью и весной, до начала основного поливного сезона, когда проблемы с водой нет Культура очень выгодная, на посев одного гектара уходит от 5 до 7 килограммов семян Стоимость обходится примерно в 2500 тенге Помимо этого озимый рапс безотходный, из него можно не только получить масло, но и мед Ровно месяц растение цветет, с гектара можно получить около 100 килограммов меда Кроме всего прочего, озимый рапс – ценный корм для домашних животных Таким образом, широкое его применение даст большой толчок как в развитии сельского хозяйства, так и в промышленной отрасли региона В последнее время эта культура получает популярность, потому что получается хорошее масло У нас в Талдыкургане в этом году ввелись два новых завода по переработке масличных культур И поэтому нам нужно сырье Мы разговаривали вот здесь несколько районов, это Аксусский, Сарканский район и Алакульский Очень большая заинтересованность в этом Даже заключаем предварительные договора Мы даем гарантию о том, что наше предприятие выкупит данную продукцию в тот момент, когда они ее будут убирать В ходе семинар-совещания специалисты Казахского научно-исследовательского института земледелия и растеневодства заявили, что для освоения новой культуры готовы оказать аграриям всяческую помощь Всего на первом этапе в Алматинской области планируют засеять озимым рапсом более 300 гектаров земли Более 30 жителей Раймбекского района смогли получить высококвалифицированную помощь представителей властей в дистанционном формате Не выходя из дома, жители могут по видеозвонку узнать пути решения своих проблем Развернутые ответы получил и местный житель Дарен Олимбеков Он занимается разведением крупно-рогатого скота Заместитель Акима Раймбекского района Самат Сатылганов в деталях рассказал о субсидиях, о том, как получить или расширить земельные угодья По словам ответственных лиц, подобный формат получает все большую популярность у населения Жителям не обязательно обивать пороги районных местных исполнительных органов В каждом сельском округе есть уголки онлайн-приемных Это удобно тем, у кого дома нет компьютеров или ноутбуков Проект онлайн-приемный запущен с конца прошлого года агентством государственной службы Послание главы государства в прямом эфире обсудили сотрудники антикоррупционной службы На платформе Facebook за ходом диалога могли не только наблюдать все желающие Но и присоединиться к обсуждению, высказать свою точку зрения В нынешнем послании глава государства особый акцент сделал на необходимости повышения уровня доверия населения к власти В этих целях мониторинговая группа при департаменте антикоррупционной службы получит в свой состав новые силы Эксперты по подготовке антикоррупционных экспертиз на действующие законодательные акты будут буквально прочесывать законодательство Основное внимание направлено на актуальные в Алматинской области законодательные пробелы После тщательной проверки мониторинговая группа уведомит ведомство о результатах Целью специальной мониторинговой группы будет являться не просто мониторинг и анализ коррупционных рисков Будет являться качественный анализ действующего законодательства И подготовка качественных анализов, подготовка конкретных рекомендаций в совершенствовании законодательства Для этого существуют специальные площадки и платформы, такие как Сараптома была запущена Которым будет иметь доступ как члены правительства, так и депутаты мошенников парламента Для того, чтобы была сразу быстрая и конкретная реакция на эти изменения Полицейские Алматы всерьез взялись за малолетних мойщиков авто Только с начала августа ими задержаны 24 подростка В двух случаях несовершеннолетним уже было по 16 лет А значит, они являются субъектом правонарушения И могут нести полную ответственность за свои действия В отношении них составлены административные протоколы С детками поменьше и их родителями проведены профилактические беседы О недопущении впредь подобных фактов Взрослые, в частности, предупреждены о том, что в случае допущения правонарушений Они будут привлечены к административной ответственности В Казахстане значительно подорожала аренда жилья Самые высокие цены наблюдаются в Нур-Султане В тройку городов с самыми высокими ценами также вошли Алматы и Актау Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками Финпром КИЗ Как заявляют эксперты, если в июле 2020 года Средняя цена аренды благоустроенного жилья в стране составила 1600 тенге за квадратный метр То годом ранее стоимость была меньше на 9,5% О дальнейших скачках на рынке специалисты не прогнозируют Президент Касымжо Мартокаев подписал указ об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Об этом сказано на сайте Аккорды Глава государства поручил правительству обеспечить перераспределение штатной численности Между реорганизуемыми госорганами и вновь образованным Министерством по чрезвычайным ситуациям А также подведомственных им организаций Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания Статус обновлен В школах Кигенского района идет капитальный ремонт 400 миллионов тенге выделено только на реконструкцию общеобразовательного учреждения села Сатэ О новых условиях для сельских учеников на примере одной школы расскажет Адина Смогулова Вот так на сегодняшний день выглядит школа имени Айджана Туркибаева в селе Сатэ Трехэтажное здание с высокими потолками Просторные помещения, оснащенные необходимой для получения знаний материально-технической базой По словам местных жителей, учебное заведение изменилось кардинально Хотя годами ранее архитектурному сооружению советских времен вынесли вердикт Реставрации и ремонту не подлежит Старую школу с обновленной не сравнить Надеюсь, что нынешние комфортные условия поспособствуют достижению новых высот у аульских ребятишек, обучающихся здесь И от имени всех односельчан хочу выразить особую благодарность за проявленные внимание и заботу Обновленные образовательные учреждения действительно радуют глаз Качество ремонта тесно сопряжено с красивым внешним видом, значительно улучшился и уровень технической оснащенности Предметом гордости для сельчан стал спортивный зал, которого раньше у них и вовсе не было Тем более, что теперь у него двойная функция В зале установлены различные тренажеры, на которых могут заниматься до 20 человек одновременно В этом особую роль сыграла помощь областного управления спорта, закупившее оборудование на 25 миллионов тенге Для качественного получения знаний важно иметь хорошее здоровье В его укреплении нам помогает разнообразный арсенал имеющихся тут тренажеров Большое спасибо за то, что построили нам спортивный и тренажерный залы Данные условия для нас новинка Если ранее мы проводили только уроки общей физподготовки на открытом воздухе Или делали зарядку в классах, коридорах в зимнее время То теперь можно планировать физическое развитие ребят с нагрузкой на разные группы мышц Сам спортивный зал нам построили большой и просторный Также теперь есть площадка для занятий волейболом и баскетболом К тому же идет строительство стадиона Я уверен, что обновление школы для наших ребят – это стимул для большего развития и стремление учиться еще лучше С начала сентября учатся в привычном режиме 180 детей Из них 15 ребятишек буквально неделю назад переступили порог обновленной школы В нашем регионе 32 школы, работает 972 педагога, 5388 учащихся Из них 7 школ обучаются дистанционно, остальные работают в традиционном режиме С 1 сентября мы начали учебный процесс в полном объеме К слову, в регионе при поддержке Акимата области ведется капитальный ремонт еще трех школ Качественные реставрации и косметическое преображение проводятся в учебных заведениях сел Шарганак, Жиласай и Жаланаш Данные объекты будут сданы в эксплуатацию до конца сентября Один из Могулова В Казахстане все больше жилищных программ, учитывающих удобные условия приобретения жилья в кредит Так, инициированная государственная формула 5.10.20 предусматривает покупку квартиры с первоначальным взносом всего 10% от ее стоимости под 5% годовых сроком на 20 лет Этот проект и лег в основу новой программы Жилстрой Сбербанка Шанграх 5.10.20 и уже есть первые результаты Мольдер Курманалиева переехала жить и работать в Талдыкурган из Уйгурского района Первым делом стал жилищный вопрос На удачу в этом году в стране начата реализация нового проекта с удобными условиями кредитования, которые Мольдер и воспользовалась С 2010 года стою в очереди на жилье Узнала о программе Шанграх на официальном сайте Жилстрой Сбербанка Подала онлайн заявку В тот же день пригласили меня в банк, сдала все документы Мне дали сертификат на получение квартиры в любом населенном пункте Алматинской области на 12 миллионов тенге Много времени у меня ушло на поиски квартиры, а в банке все оформили в течение трех дней Мои сбережения были 1 миллион 200 тысяч тенге Остальное мне дал банк, и вот я уже заселилась К кредитованию по этой программе подлежит только первичное жилье В их числе в домах, которые строятся по программам самого Жилстрой Сбербанка, а также частных застройщиков Значит, данное жилье строительство началось в 2018 году, закончилось в 2020 году, в начале года Здесь 72-квартирный жилой дом Он состоит из двухкомнатных квартир и трехкомнатных квартир И сейчас вот девушка приобрела квартиру по программе 5-10-20 Это удачная программа для жителей нашего города и вообще Казахстана Претендовать на льготный кредит в рамках новой программы смогут граждане страны Состоящие на учете в местных исполнительных органах с 1986 года по 2010 год Как нуждающиеся в жилье В этой программе они в приоритете На сегодняшний день в Алматинской области уже порядка с 1986 по сегодняшний 2020 год стоят 51 тысяч человек в очереди По первому этапу с 1986 по 2010 год стоят 4100 человек в очереди И мы сейчас первый этап будем отрабатывать вот эти 4100 человек, чтобы было все по очередности и поэтапно По данным Жилстройсбербанка в этом году для реализации проекта Шанграх из государственного бюджета Планируется выделение более 200 миллиардов тенге Первая часть средств 90 миллиардов тенге уже направлены в банк В рамках этого финансирования планируется обеспечить порядка 8 тысяч казахстанских семей доступным жильем Только в Алматинской области на сегодня заявки на участие в программе подали более 60 человек К другим темам Благотворительно ставшая традицией Компания АСПМК-519 на регулярной основе оказывает поддержку своим работникам и уязвимым слоям населения С начала пандемии ими было принято решение о проведении благотворительной акции на сумму более 50 миллионов тенге Ранее компания безвозмездно передала полностью оборудованный реанимобиль для станции скорой помощи В этот раз поддержку получила областная детская больница Три мультипараметровых монитора пациентов, которые позволяют отслеживать ритм сердца, давление и многие другие показатели жизнеспособности организма При этом аппарат в высоком цифровом разрешении способен хранить информацию 128 часов и работать по 4 часа без подзарядки Это существенное преимущество при проведении операции или наблюдении пациента в реанимации В этом году решением учредителя выделена сумма более 56 миллионов на сегодняшний день на благотворительность Это, к примеру, мы купили для нашего здравоохранения области, для станции скорой помощи областной реанимобиль на базе автомобиля «Газель Некст» полностью оборудованный медицинским оборудованием на 34 миллиона тенге И вот сегодня, как традиционно, решили помочь детской хирургии нашей областной И передаем ее оборудование, мониторы для пациентов называется, на сумму более 5 миллионов тенге Минимум 10 человек погибли и 15 получили ранения при покушении на вице-президента Афганистана Амрулу Салиха Как сам вице-министр не получил серьезных повреждений По сообщениям афганских СМИ, покушение совершено через несколько дней После того, как Салих попытался вернуться к обсуждению с Пакистаном вопроса о линии Дюранда Неразмеченной части афганско-пакистанской границы, длиной более чем в 2000 километров Покушение произошло в день запланированного объявления президента США Дональда Трампа О дальнейшем выводе войск из Афганистана Из Афин пришло сообщение, что ранним утром в среду в лагере мигрантов Мория В котором содержится почти 13 тысяч человек, произошел пожар Экстренные службы начали эвакуацию Есть сведения, что очагов огня было несколько Как в самом лагере, так и за его пределами Французская МОН, ссылаясь на местную прессу, сообщает Что, предположительно, поджоги совершили сами мигранты Недовольные мерами изоляции Которые начали действовать в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом В настоящий момент на острове введен режим ЧАЭС Продолжаются поиски по меньшей мере 35 мигрантов Которые содержались в отдельном помещении Так как у них был выявлен коронавирус Выиграть чемпионат Алматинской области ставит перед собой цель Волейболистки детской и юношеской спортивной школы Уркен С недавних пор они приступили к активным тренировкам в зале Алексей Цой продолжит Отделение волейбола в детской и юношеской спортивной школе Уркен Существует уже с 2015 года Уже с первых лет спортсмены начали показывать хорошие результаты Практически каждое соревнование завершалось либо победой, либо призовым местом Все это благодаря усиленным тренировкам в зале и упорству спортсменов К слову, команду обеспечивают всеми условиями При поддержке Федерации волейбола и Управления спорта У нас очень хороший зал в области Меры предосторожности в это время мы сохраняем, стараемся сохранять Готовимся к осеннему чемпионату области Готовимся к чемпионату Казахстана осеннему Мы в 2019 году на чемпионат области заняли первое место Стали чемпионами области И съездили в город Астана на чемпионат Казахстана осенью И зимой съездили в город Петропавловск на чемпионат Республики Казахстан Где заняли четвертое место Девочки показывают хороший результат, рвение Волейбол игра командная, требующая особой координации и внимания спортменов А также отличной физической подготовки и тактики Валерия Скрипко занимается данным видом спорта около пяти лет С самого начала со своей командой она прошла и взлеты и поражения Этот спорт меня привлек тем, что здесь очень красиво нападать Тренироваться мне очень нравится здесь Я очень много научилась за все это время Я очень хочу продвигаться дальше по этому виду спорта Хочу попасть выше В связи с пандемией коронавирусной инфекции, как и всему спортивному сообществу Команде приходилось тренироваться в режиме онлайн и на улице С начала сентября наконец-то вошли в зал спорткомплекса Уркен Сейчас задача вернуть забытые навыки за четыре месяца и обучиться новым Алексей Цой, Жаркан Шентаев и Нуржан Муканов, Телеканал ЖТСУ Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин